В нашем государстве, по крайней мере, то, чем мы как агентство сталкиваемся в работе с клиентами, то, что слышим, я думаю, мы все, вектор на открытость, особенно в Москве, он задан, он есть. И это накладывает определенные задачи и цели ставит. И привлечь широкую аудиторию, и выявить общественный запрос на разработку их-то государственных программ, потому что, ну, это к вопросу о том, знаем ли мы, что хочет население, все целевые аудитории. И вопросы, собственно, не менее важны, но, наверное, вторичны, ведь нужно все-таки формировать какой-то пул сторонников, даже до госорганов, пул активных граждан, которым это интересно, которые участвуют в этой деятельности. И то, что является во многом кипяя сейчас для госорганов, это оценка регулирующего воздействия. Немного внимания уделю, потому что этот термин так или иначе звучит из уст наших министров, и, если не ошибаюсь, и Путин по поводу этого высказывался. Каждый высказывается по-своему, и, если честно, анализирует, то многие определение друг другу противоречит, но все сводится к одному, что ОРВ так или иначе должно позволить избежать принятия необоснованных нормативно-правовых актов. То есть это та система взаимодействия с людьми, с обществом, не только с общественными организациями, что сейчас, на мой взгляд, пока в России более-менее реализованы, а с гражданами, с обществом в целом, для того, чтобы какие-то откровенные ошибочные акты не проходили. Ну, подытожим, механизм ОРВ позволяет осуществлять общественный контроль, оценивать возможные последствия и организовать тот самый открытый диалог с обществом. И краудсорсинг здесь является просто одним из инструментов. Фактически, когда мы привлекаем людей, массу людей, в основном это, разумеется, использование информационных технологий, для того, чтобы решить какую-то проблему или легитимизировать какое-то решение. Я, наверное, уже прихожу больше к тому, чем буду заканчивать выступление. Но по факту не легитимизировать, конечно, а обсудить и найти самое лучшее и необходимое решение. Это я закончу. По поводу рисков. Разумеется, поскольку так или иначе для вас это может быть одним из инструментов в работе, надо понимать риски внедрения. Риски, по крайней мере, первые два, они связаны с негативом. Надо понимать, что создание любой краудсорсингового проекта, так или иначе, это концентрация людей на одной площадке, на одной платформе. И, безусловно, это приводит к росту негатива, к появлению негатива, концентрации в одном месте, и, как правило, негатива не конструктивного. И это увеличение негатива в том случае, если проект запустили, но никакой обратной связи с людьми нет. Это тоже периодически встречающаяся ситуация. Тем не менее, негатива бояться не стоит. Это то, с чем надо работать и с чем можно работать. Третий, наверное, основной риск, который хотелось бы отметить, это потеря доверия лояльной аудитории. Когда прошел год, по сути, никакие проработанные предложения, никакие проекты, рожденные в результате этого краудсорсингового работы, ничего не реализованы. И не получится никакая обратная связь, никаких объяснений, почему это не реализовано. На нашем опыте люди готовы ждать примерно год. Потом получается такая волна негатива, с которой справиться уже на порядок сложнее. Четвертый, пятый пункт… Ну, я, поскольку заканчивать буду кейсом, я в адрес успешного проекта скажу, что через… Конечно. Нет, через месяц-два, я думаю, получим хорошую порцию негатива, потому что проект прошел успешно, но на выхлопе ничего не получилось. Четвертый, пятый пункт – это недостаток. Это скорее не риски, это просто то, что надо учитывать при разработке проектов. Так или иначе, успешность многих краудсорсинговых проектов зависит от тех экспертов, которые анализируют предложения. Потому что качество предложения поступает крайне низкое, но при этом появляются такие кадры, которые не в состоянии проанализировать даже специалисты, там, госоргана, или в случае с коммерческими структурными компаниями, которые не могут оценить, умное это или нет. А при этом замотивировать экспертов фактически нечем, потому что что можно предложить эксперту? Он и так, скорее всего, раскручен, и так распиарен. Что с ним делать? Ведь за эту работу денег не платится? Это не работа, это общественная активность. Соответственно, мотивировать экспертов нечем, а внутренние структуры, госорганы зачастую не участвуют в этой деятельности или участвуют недостаточно. Продолжение следует...